Более того, там есть прямые угрозы даже мне. Пожалуйста, и это я говорю для тех, кто считает эти пикеты мирными. Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами «прихлопнуть»? Ну и далее оскорбительное прозвище меня. Прихлопнуть – это слово-синоним «убить», «уничтожить». Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет. Что означает выступление господина Тихановского в Могилёве 27 мая? Цитирую, из интернет-ресурсов. Мы скоро собираемся в Шклов, в Александрию пикеты проводить. Ну это понятно, хоть там никто и не живёт, имеется в виду резиденция, но проведём. И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдём в гости. Это мы можем. Зайдём в гости к человеку, который не ждёт, не приглашал. А если зайдём как? Принудительно? Это уже вторжение в жилище. Это угроза действиям, в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей. Более того, далее осуществляется подготовка к пикету. Они им подписи идут собирать. Они дают объявления в рамках блога. Кто на пикет к дому Лидии Ермошиной? Собирайтесь, записывайтесь. Мы пойдём. То есть маленькая улочка, несколько домов, соседи, бизнесмены, ни одного чиновника. И также посол иностранной державы. И вот к ним является эта орда. Где безопасность жилища, где спокойствие граждан. Это мирные пикеты по сбору подписей. Граждане, одумайтесь. Подписанты, которые поддерживают указанное лицо. Или для того, чтобы пикет был признан немирным, меня действительно надо прихлопнуть, посетив меня в гостях. Так вот, я подготовила ходатайство в Следственный комитет, где прошу рассмотреть действия данного лица. Я имею в виду господина Тихановского, его инициативной группы. Но в данный момент это говорит о конкретном лице. Не укладываются ли его действия в статью 191 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая называется и говорит о воспрепятствовании проведения его выборов, воспрепятствованию в работе Центральной и других избирательных комиссий, в том числе путем угроз. Я, как конкретное физическое лицо, как гражданин и должностное лицо, я вижу угрозу в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Причем угроза – это не просто, она реальная, к ней готовятся. Объявляют подготовку, причем массовую. Поэтому я попросила Следственный комитет проверить, дать свою правовую оценку и при необходимости, естественно, привлечь данное лицо к уголовной ответственности.